Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня, 3 июля И 2 июля Было очень много встреч Представителей Александр Абрамов принимал участие Во всех этих встречах Представителей Икеи Что очень интересно Крупнейшего производителя мебели Мы все прекрасно Икею знаем И очень многие ее любят С кировскими предпринимателями Так скажем Потому что мы не можем говорить Что они встречались там с лесниками Например То есть это разного были формата Это были абсолютно разного формата Предпринимателей, предприятия И разного размера И направления И вот здесь, наверное, как раз первый вопрос Я задам Наталье Михайловне Почему вы решили устроить Такой интенсив Для представителей Икеи И торопредства И так много встреч организовать Разнокалиберных вообще Потому что, казалось бы Приезжает понятное предприятие С конкретными потребностями И узконаправленные могут быть встречи Есть интересанты И их немного А здесь вот Зачем всех Зачем такая программа обширная Ну, во-первых, надо сказать Что визит компании Икея Это встречный визит По итогам нашего визита В январе в Королевство Швеции Когда мы действительно посетили Компанию Икея И рассказали о том Что вообще Кировская область Это очень интересный субъект И на нас можно смотреть Под разным форматом И с нами можно сотрудничать Конечно, здесь сотрудничать С компанией Икея Наверное, несколько проще Потому что у них уже есть Здесь производство В Красной Поляне В Красной Поляне, да А наша задача была Им рассказать о том Что есть и другие компании И другие предприятия Которые готовы с ними сотрудничать Готовы развивать производство Своё и, соответственно Компании Икея На территории Кировской области Поэтому, когда мы начали Прорабатывать ответный визит К нам в Кировскую область Интерес у наших предприятий Очень большой Другой вопрос Что сегодня на круглом столе Получилась очень интересная ситуация Как только мы закончили Официальную часть Часть Часть, да Где предприниматели Очень осторожно задавали вопросы То после её окончания Образовались очереди И к Александру Абрамову И к представителю компании Икея Интерес есть Понятно Большой делегацией был представитель компании Икея Фредерик Петерсон Директор подразделения По поставке древесины В Кирове Мы тут до эфира Начали говорить с вами Александр Вы сказали Что это на самом деле Не очень частое явление Чтобы господин Петерсон Приезжал в регион Да ещё так часто Как в Кирове Сегодня было на круглом столе Им сказано Что он два раза в год Посещать будет Киров Здравствуйте Ну прежде всего Хотелось бы отметить Что представители компании Икея Очень часто посещают регионы Другое дело Что они очень редко Общаются с представителями власти То есть они не публично так посещают Инкогнито Ну не инкогнито Они знают Кому они идут И они вообще Насколько мы изучили И насколько мы с ними Постоянно общаемся В торгопредствии Они самостоятельно Выбирают для себя поставщиков Самостоятельно их находят И Скажем так В этой связи Вот такое Публичное мероприятие Которое у нас было сегодня Оно скорее Уникальное Всего исключения Да Из правил Чем правило То есть нет такой возможности У предприятий Позвонить в представительство Икея И сказать Вот у меня есть такой-то товар Я считаю Он вам может быть пригодится Приезжайте в гости Смотрите Покупайте Скажем так Можно Найти контакты На сайте Икея И есть В Москве Закупочное подразделение Компании Икея Куда Можно Попробовать Обратиться Это работает? Я сам не обращался Не знаю Вот Но у них другая стратегия Но у них стратегия другая Да Они ищут для себя Подходящих партнеров В соответствии с их требованиями А требования достаточно жесткие Вот сегодня были Ну как жесткие Они вроде бы общепринятые Сейчас Там В Европе Например И похоже Они приходят в Россию И уже пришли даже в Россию Но ограничения Которые прозвучали Для партнеров И они названы были Господина Петерсоном Они В следующем складываются Вы меня поправите Александр Если я в чем-то И Наталь Если я в чем-то ошиблась Во-первых И самое главное Что было названо Для партнеров Возможных Это наличие сертификата ФСС Второе Отсутствие Что может быть препятствием В партнерстве Отсутствие долгосрочного Планирования У поставщика То есть Не пройдет идея Когда А планирование Это всегда связано С историей То есть Ты не можешь Прийти и сказать Я такой вот новенький Но я буду хороший Вчера открылся Видимо надо историю Тоже показать И еще там Долгосрочные Свои планы развития Сеть контрактов У поставщика То есть Это видимо Еще какие-то взаимосвязи То есть Хорошая такая база Репутация Я так понимаю Нет Это не репутация Контракты И партнеры Это значит Что он не один В поле воина А у него есть Там Есть уже другие партнеры Которые И эту историю Он может показать И усилить таким образом Свою позицию Кооперация такая Ну и компетентность Конечно Компетентность Проверяется Достаточно просто И разными способами Давайте начнем С сертификата ФСС О нем так много Мы говорили до эфира Тоже И этот Сертификат Сейчас все больше и больше Вот возникает Там разговор о нем Когда мы говорим О бизнесе Что за сертификат такой Это вопрос К Александру Владимировичу И почему Он во главе угла Сейчас стоит Вот например У Икеи По требованиям партнерам Ну здесь Прежде всего Может быть Стоит начать С С краткого Экскурса В текущую деятельность Компании Икея Значит По В соответствии С данными компанией Ежегодно Они потребляют 21 миллион Кубических метров Эквивалента Круглого леса Что составляет 1% Мирового легального Оборота леса В соответствии С планами компании По Именно наращиванию Производства К 2030 году Эта цифра Может Увеличиться До 50 миллионов Кубических метров То есть Больше чем В два раза Рост И Являясь Социально ответственной Компанией Была Проразглашена Цель О том Что Скажем так Лесное Хозяйство И обращение С Лесными Угодьями Должно быть Тоже Должно Основываться На принципах Социальной Ответственности Этим Принципом Как раз Отвечает Сертификация Поставщиков И сертификация Производства И леса По стандартам ФССИ И это Подразумевает Скажем так Все вышеперечисленные Вещи Их систематичность Прежде всего Открытость Легальность Происхождения Важно Легальность Именно Найма Персонала И многие Другие Вещи Которые Соответствуют Принципам Устойчивого Развития Декларируемых И компанией Икея И Многими Современными Компаниями Когда мы говорим О сертификате ФССИ То Крупный Наш бизнес Мы уже Не раз Говорили В этой студии Кировский Конечно Прежде всего О нем Говорим Он Знает Что такое Этот сертификат И многие Имеют Этот сертификат Но Малыши Как говорит Которые Приходили Сегодня На круглый Стол Задавали Вопрос Об этом Сертификате Потому что Раз он Стоит Во главе Угла То Без него Ты просто Не можешь Иметь Никаких Контракт Дверь Не откроется Да Действительно Был даже Вопрос О том Как получить Этот сертификат Вообще Где можно Узнать Что это За сертификат Мы Всем Говорим Центр Поддержки Экспорта Наш Открыт Вы можете Получить Полную Консультацию По этому Сертификату Потому как Его можно Получить А самое Главное Мы оказываем Содействие В получении Этого Сертификата Каким Какого рода Это и Организационные Какие-то Мероприятия Это и Финансирование Получения Этого Сертификата Поэтому Все Вполне Возможно Все Вполне Реально Если Не хватает Наших Ресурсов Мы подключаем Ресурсы Российского Экспортного Центра А это Дорогостоящая История Этот сертификат Точных Цифр Сейчас Не имеем Мы знаем Что Точно Воружу Сейчас Точно Но Помогать Готовы Помогать Готовы И об этом Мы очень Часто Говорим О том Что Конечно Приходите К нам Мы все Расскажем Все Поможем Но Тут Очень Важно Я знаю Прошу Прощения Частично Или Полностью Компенсируют Компенсируют Кировской Области Расходы На Сертификат Очень Говорится об этом До эфира Что Это Не значит Что Ты Купил Значит Знамя Повесил Его на стенку И Все Теперь Будут Знать Что Ты Под этим Знамем Не можешь Совсем Заключать Контракты Сертификат Как и любой другой Сертификат Надо подтверждать Требует Подтверждения Часто Приходится Подтверждать Такой Сертификат Какие Требования К нему Есть Требования С самого ФСС Организации Это Некоммерческий фонд Который Насколько я знаю После получения Либо Раз в полгода Либо Раз в год Проводится Инспекция Аня посмотрела Не поленилась Я посмотрела На сайте Фонда Дикой природы На самом деле Что это такое С точки зрения Людей Да Ну вот Нас Обычных потребителей Что там написано Там написано Что покупатели В развитых западных странах Выбираем мебель Или бумагу Для принтера Интересуются Сертифицирована ли Древесина Из которой сделан товар Заготовлена ли она Методами Предотвращающими Деградацию лесов И истощение лесных ресурсов То есть Вот история Ты получаешь сертификат Вроде бы у тебя Все хорошо А через Там год Или полгода У тебя что-то там В бизнесе пошло не так Ты там Забросил Вот эти лесовосстановительные Какие-то Да Мероприятия И все Тебе сертификат Не подтвердят И ты не сможешь Продлить эту историю Да Мы сейчас должны будем Прерваться буквально на полминутки И вернуться снова В эту студию Возвращаемся в студию Это программа Дневной разворот Светлана Занько Анна Лапшина И наши гости Наши гости Александр Абрамов Торговый представитель Российской Федерации В Королевстве Швеции И Наталья Кряжева Министра экономического развития И поддержки предпринимательства Кировской области Мы говорим о визите Представителей компании Икея в наш регион Ну вот кстати говоря Возвращаясь к сертификату И возвращаясь к цифрам Надо сказать что На начальном этапе работы Предприятия Икеи В Красной Поляне Поставщиков из Кировской области Было 40% А сейчас эта доля снижается Это с чем связано? С сертификатом? Ну она не снижается Она уже снизилась Снизилась И действительно Значительно Было порядка 40% В 2000 Насколько я знаю В 2015 году А сейчас это Менее 8% Это очень серьезное падение В 5 раз Да И как раз это связано с тем Что на тот момент Ну и сейчас Очень Скажем так Небольшое количество Поставщиков Сертифицировано По этой системе Сейчас правительство Кировской области Ведет работу По разъяснению И Компания Икея Как нам сказали В общем-то С С ожиданиями То есть они готовы Они готовы Главное Чтобы соответствовали требованию Смотрят на это Да Ну интересная еще Очень такая история Была Вы показывали инфографику На круглом столе С крупным бизнесом Показывали шведские представители Да Инфографику вы комментировали Переводили И Мы посмотрели Кто является поставщиком Леса Для большой Икеи Так скажем Не в Кире Для большой Икеи Так вот Аня На первом месте Это Польша Со своими 32% На втором месте Россия Но с 8% Представляешь Какой разрыв Я просто представила Себя на карте Польшу И Российскую Федерацию И Российскую Федерацию С ее лесами Да И вопрос прозвучал Понятный От Александра Анатольевича Чурина Как так Почему Почему такое сложилось Это тоже интересно Дело в том Что это сложилось Исторически Когда Ингвард Кампрат Это основатель компании Икея Начал в Швеции Массовое производство Недорогой мебели Производители мебели И он начал составлять Большую конкуренцию Существующим Производителям Они Сказали всем Своим поставщикам Что если вы Работаете с Икеей Мы не будем У вас покупать лес И в один момент Все поставки Прекратились В Икею И соответственно Ингвард Каппер Думал Что ему делать И соответственно Переплыл Через Балтийское море Перелетел И в общем-то Оказался в Польше Оказался в Польше Это было в 60-х годах Насколько я помню И соответственно В Польше не было Никаких проблем С тем чтобы Обеспечить Поставляли древесину В Икею Поставляли древесину В Икею Тем более что По объемам В тот момент Это было Не то что сейчас И так исторически Сложилось Что основное Это дело Все развивалось И так исторически Сложилось Что в настоящее время Основное производство Основные производства Компании Икея Также расположены В Польше Но наша доля Тоже растет В составе Икея растет И российская доля Тоже растет Не готов ответить На этот вопрос Но очевидно По крайней мере Давайте посмотрим Но есть для этого Все возможности Кировской области Вот у нас открылся Завод в Красной Поляне А в прошлом году В Котельниче Открылся завод С иностранными инвестициями С китайскими инвестициями Минфенг Компания Минфенг Зашла в Котельнич И там открылся завод И сегодня представитель Этой компании Был со стороны Китая Он озвучил Что в стратегии Этой компании У меня в голове Почему-то Я не знаю почему Объясните мне В голове Производство палочек Для мороженого Это потому что Подавалась эта новость Так на протяжении Довольно длительного времени Но это и так Это и так Качать головой Все смешно Поэтому сейчас Мы это сотрем Это другая компания А вот в Котельниче Есть компания С иностранными инвестициями С китайскими У которой в стратегии Тоже производство мебели В сотрудничестве с Икеей Я правильно понимаю? Да Они являются Встроены в цепочку Компании Икея И конечно Их развитие Тоже стимулирует И наши отношения С компанией Икея И соответственно Представители Бизнеса Кировской области С компанией Икея Они тоже готовы Сотрудничать Я бы хотела Сейчас вот на Минфинге остановиться Я просто тоже Для меня Это была новость Что у них Трехэтапная стратегия Сейчас они делают Паганаш Простое дерево Дальше они начнут Производить компоненты К мебели И дальше уже Саму мебель Это значит Что будет усовершенствоваться Не усовершенствоваться Углубляться Расширяться Производство Углубляться Переработка И конечный продукт Мебель Более дорогостоящий Будет уже Из котельниче Тоже поставляться Там куда-то Потребителям российским Скорее всего Это не может не радовать Потому что Это долгосрочная история Ведь обычно На спугалки такие ходят Что придут китайцы Вывезут весь лес Правда же? А здесь Увезут все к себе А здесь Другая история И все плюшки Получатся Совершенно другая история И самое главное Вот руководство Компания Но именно сегодня То многоэтапность Открыто Озвучила Что тоже бывает Не так часто Они Представители Китайских Китайского бизнеса Когда приезжают На территорию Вообще Кировской области Мало кто Рассказывает Про вот эту И говорит о том Что все-таки В конечном итоге Это продукция Высокого передела Это значит Будут инвестиции Это значит Будут рабочие места Это значит Стимул для развития И котельничек Который тоже нуждается В стимулировании бизнеса Ну котельничек Я смотрю В последнее время Все больше везет Все большее количество Интересных производств Там открывается В частности Компания Хольцхаус Которая сегодня Тоже представляла Свои интересы У них есть Производство В котельниче Но есть Производство И в Лузе И была открыта Вот кстати говоря Возвращаясь К нашему разговору Александра Была открыта Как раз сегодня Николаем Юферевым Практически озвучено Предложение О сотрудничестве Для ИК Хоть это и не принятая Практика Но все-таки Использован был Круглый стол Для этого Это одна из компаний Нашей глубокой Переработки В нашей области Которые вот Хотя они и делают Собственно говоря Материал для строительства Для деревянного домостроения И вот скоро будет Школа построена Первая из дерева В России Первая деревянная школа В связи с чем Недавно в Финляндии Побывала эта компания И уже власти заявили Что это будет А тут еще о мебели Задумываются Видимо Потому что Икея Все-таки это мебель Не дома Мебель Не дома И как вы думаете Ну сейчас мне Александр скажет Что я не могу Предвидениями заниматься Предсказаниями Предсказаниями Но я просто вот вижу Что Красные Поляны Котельнич Есть какие-то заявки Возвращаясь к расширению Деятельности Икея В России И вот в Кировской области Шансы Кировской области Растут Плюс еще И Фридрик Петерсон К нам раз в полгода приезжает Могу сказать Следующее Что наличие Производства Компании Икея В Кировской области Уже говорит о самом Намерении Компании Как минимум Здесь Иметь Многие годы Присутствовать Да Присутствовать на рынке И как максимум Расширять В общем-то Про указанную Про обозначение Компанию Китайскую Могу сказать Немного больше Что они Работают с компанией Икея И являются поставщиком Уже с 1998 Года И 30-летняя история Ну практически 20-летняя И Первоначально Как раз Компания работала На Дальнем Востоке Но В прошлом году Сделали инвестиции Сюда В Котельнич Организовали Производство И интересно Было Как раз Я задавал им Вопрос Вчера Зачем вы сюда Приехали Где Китай Потому что Сейчас Производимая Ими продукция Именно доска Они отправляют В Китай Где на своем Заводе Они делают Продукцию Для компании Икея Но на китайский Рынок Эта продукция Рассчитана Или она Обратно попадает В России Рынок глобальнее Это Наверное Она идет на Китай Как минтай Вылавливают в Россию Везут в Китай Потом в Россию И продают И соответственно Как раз Я задавал вопрос Зачем вы сюда приехали Почему И очень важно Было пояснение Что как раз Мы Учитывая Стратегию развития Что сначала Хотим производить Материал Потом компоненты А потом мебель Хотим быть Ближе К рынку сбыта Который является Европой Именно для Икеи И соответственно Это Обретает Полный смысл И в этом плане Как раз Расположение Кировской области И наличие Значительных Лесных ресурсов И политики Проводимые Правительством Кировской области Оно Куда как кстати И хотелось бы сказать Что сегодня Как раз Мы С представителями Этих двух Компаний Компании Кокеи Компании Которая Представлена В Котельниче Мы посещали Наше предприятие И Вопрос По логистике Они задавали Бизнесу Как вы Справляетесь С логистическими Проблемами Сказали Все хорошо Все очень даже Можно И все Располагается Очень удобно И ЖД-узел И автотранспорт Там все Доставка Котельниче Меется ввиду Да Мы сейчас Котельниче И говорим И Вятских полянах Красных полянах Да То есть Вопрос Именно Как логистически Устроена Поставка Продукции Наших предприятий За пределы Кировской области Они задавали Вопрос Не нам А именно Представителям бизнеса Которые бы рассказали Как это по факту Все происходит Здесь проблемы нет Нет проблем Это хороший вопрос Потому что О логистике Говорим всегда Да Есть дороги Нет дорог Скорость поставки Вовремя Чтобы было все поставлено Потому что требования китайцев Наличие вагонов Да Требования китайцев Ничуть не менее Жесткие Чем у японских Например Требования Там тоже очень Они высоки Ну и кстати говоря Господин Петерсон Задавал вопрос Что называется Vice versa Да Господину Чурину Нашему председателю правительства Он говорил У вас какие Требования К партнерам И Среди требований Которые есть Управительство Кировской области Александр Анатольевич Заявил Что необходимо Максимальное взаимодействие С местными поставщиками Но Скорее Может быть Это было Не как требование Обозначено Как критерий Как пожелание Пожелание Да Потому что В любом случае Мы заинтересованы В инвестициях Мы всегда говорим О том Что нам интересно Все что связано С развитием Сложением В развитии Нашего субъекта Но мы должны Прекрасно понимать Что есть и наш бизнес И он тоже должен Страиваться В хозяйственные связи Кооперационные связи И так далее Но другой вопрос Что если вы Хотите Работать С крупными компаниями И сотрудничество С компанией Икеа Это все таки Очень высокий уровень Требований Вы должны Подтягиваться Это стимулирующая История для нашего бизнеса Однозначно Это история для нашего бизнеса Но что касается Других критериев Названных Чурином Это создание рабочих мест Это само собой Распроизводство Налоги в региональный И местный бюджет Это тоже понятно Охрана окружающей среды Здесь и в современной технологии Это все ясно Здесь уже даже Никто не обсуждает При такой компании Как Икеа А вот локализация Производственных процессов Возвращает нас снова К стратегии Действия таких компаний Как Икеа Мне вот кажется Что китайская история Она тоже Очень такая похожая То есть мы не заходим Сразу И не строим Большой какой-то Огромный объект Мы должны И сами убедиться Что мы можем Здесь долгосрочно работать Что нам здесь удобно Что да Все обязательства Исполняются Это вопрос о доверии Да Ведь не только вопрос Стоит о том Как логистически удобно Расположен этот регион Есть дорога Нет дороги Есть лес Нет лес В конце концов Бизнес И взаимодействие С правительством И с бизнесменами Это вопрос о доверии Александр Что с доверием Нам показывает Звукорежиссер Что нам необходимо Будет прерваться Я попрошу вас Просто подумать Прокомментировать Эту историю Насколько вопрос Доверия Для такой компании Как Икея Он Стратегически важен Возвращаемся в студию Это программа Дневной разворот Анна Лапшина Светлана Занько Наши гости Александр Абрамов Тарковый представитель Российской Федерации В Королевстве Швеции И Наталья Кряжева Министр экономического развития И поддержки предпринимательства Кировской области Вопрос о доверии Мне приходится отвечать На вопросы Которые Надо было бы задавать Компании Икея Вы со шведами Работаете давно Можно не вообще Об Икеи А про шведов Безусловно Это является Основополагающим Принципом Работы В общем-то Действительно Можно сказать Всего шведского бизнеса И тут нужно понимать Что при выстраивании Этого Доверия И бизнес-процесса Он Сам вообще Этот процесс Не происходит быстро И Как Декларируется Компании Что это Степ-бай-степ Стратегия То есть Малыми шагами Движутся К достижению Обозначенных целей Совместно Поэтому Да Это важно Безусловно Это нужно И здесь В какой-то степени Необходимо Что Все чаще И чаще Происходит Именно Менять Бизнесу Свой подход Это не У нас есть Вагон леса Давайте Сколько Вам надо Сколько вам надо Сколько вам надо Скажем так Несколько Иной Базис Сотрудничества Который Вот как раз Есть То самое Доверие Ну вот Тут Наталья Михайловна Тоже я попрошу Прокомментировать Сколько лет Заводу В Красной Поляне Сколько они Уже присутствуют У нас Ну они Точно больше Десяти лет Если даже С 2009 года Была сделана инвестиция Да-да-да-да Но хочу сказать Что проект Прорабатывался Долго Они тоже Года три Да Они прорабатывали Этот вопрос Да Первые инвестиции 2009 И вот Спустя 13 лет Спустя 13 лет Ну 12 Появляется второе Производство Долгосрочной Стратегии С инвестициями Минфенга Понимаешь Вот я просто Про промежутки Времени О которых надо Говорить Которые требуют Чтобы это доверие Да Сформировалось Позволило Да Развивать Дальше И больше Этот производство Ну и вопрос Который мы просто Не можем Не задать Это когда У нас появится Магазин Икеи В Кире Нам говорят Вы не миллионник Вы не миллионник Александр Зумахал Руками Сказал Я не знаю Этот вопрос Надо было задавать Представитель Икеи И у вас никогда Не будет Икеи Но вы на самом деле За эфиром Нам рассказывали Интересную историю Что Икеи Кроме больших Магазинов Которые раньше Принято было Открывать Загородом Точно так же Как и большим Молом Загородом У них сейчас Немножечко Изменяется Стратегия Может она Когда-то и на Россию Перекинется Расскажите Действительно Мы общаемся Очень много И продуктивно С компанией Икеи В Швеции В том числе И это общение Затрагивает Вопросы Их стратегии Их развития И компания Это когда-нибудь В Кирове Мы не заберем Мы знаем И даже в Кирове Вы сортируете Те Те Материалы Отходы Отходы Химические Некоторых Производств И так далее Все Что касается Основного Мусора Швеция Производит При 10 Миллионах Населения Порядка 4,5 Миллиона Тонн Бытовых Отходов Именно Если Про них Говорить Существует Порядка 40 40 45 Мусоросжигательных Заводов По стране По стране Да И прежде всего На маленькую Швецию Да Прежде всего Следует отметить Что в Швеции Это является В какой-то степени Основой Местного Бизнеса И основой Местной Экономики Мы говорим Про локальную Экономику Да Про локальную Экономику И в общем-то Муниципалитеты И предприятия Мусороперерабатывающие Мусоросжигающие Равно как И предприятия Осуществляющие Ну операторы Осуществляющие Сбор мусора Являются Публичными Находящимися В публичной Собственности То есть Иногда Некоторые коммуны Объединяются Вместе И учреждают Подобные Предприятия Это бывает И с участием Скажем так Некого стороннего Инвестора ГЧП Государственное Частное Предприятие Можно сказать Муниципально Частное Это важно Муниципальный уровень Вот что важно Муниципальный уровень И сам муниципалитет Устанавливает И тарифы На сбор мусора И скажем так И То Какой мусор Вообще Как он должен выглядеть Там в некоторых коммунах Бывает Отдельный сбор Биологических Ну Продуктов Скажем так Органика Да Органики В некоторых Нет Везде Скажем так По-разному Вот И прежде всего Здесь важно Отметить Что эти предприятия Их цель Не является Получение Прибыли Их цель Является Именно Прозрачное И Прозрачное Обращение С отходами Чтобы коммуна Понимала Откуда мусор берется И куда он В итоге попадает Это основная проблема Российской Федерации Особенно Когда ты сидишь И не понимаешь Как в твоем регионе Откуда берется мусор И почему привозят Из других регионов И должны утилизировать здесь Да И как его действительно В итоге перерабатывают Захоранивают И так далее И перерабатывают А здесь на муниципальном уровне Каждый муниципалитет По своей территории Все знает И все контролирует Это кардинально Разные подходы Потому что мусор В Российской Федерации Везется теперь уже Не только за сотни километров Уже за тысячи километров Будет перевозиться И вот тут Конечно Опыт передовых стран В свое Степ-бай-степ Но когда-то Видимо тоже Изменит эту историю Может быть мы когда-то Медленными маленькими шажками До этого дойдем Нам в прошлом году В Стокгольме Наш гид рассказывал Что в Стокгольме По-моему На семь фракций Сортируют мусор Он говорил Кажется Что у меня дома Семь стоит Вот этих Мусорных ведер В Норвегии Я Светлане рассказывала Там история другая Там три пакета То есть там Ну в Осло Там есть пакет С пакет с пластиком Там есть пакет С еще перерабатываем Отходами И пакет Который Значит вот идет На сжигание А здесь выясняется Эти пакеты Выдают в магазинах Бесплатно А здесь выясняется Что каждый муниципалитет Еще устанавливает Норма Вот такая же история И 40 с лишним 45-47 Перерабатываем Мусоросжигающих заводов На 10 миллионов Сжигающих Против которых У нас сейчас Почему-то борются Потому что Видимо не знают Эту историю А есть еще Переработка А еще в Швеции Ходят автобусы У которых установлен Сверху такой бак Ты помнишь В Стокголе Мы с тобой видели И которые нам сказали Что они ходят На отходы На биогазе Они ходят Вот полученным Как раз в результате Сжигание Как я понимаю Нет Биогаз получается В результате Компостирования Отходов И выделяется Соответственно Газ Который собирают И на нем Работает муниципальный транспорт А этого много Действительно Экология В Швеции Я вам скажу Вода Воздух Да Но вот Александр Нам в перерыве Рассказывал Что на самом деле В некотором смысле Есть У российских Наверное Потребителей Миф такой Что перерабатывать Можно до бесконечности Что там Где-то далеко Особенно в Скандинавии Перерабатывают И перерабатывают Мусор Перерабатывают И перерабатывают На самом деле Это не так Да Ну действительно Каждая стадия Переработки Любого продукта Дает Скажем так Отходы И там К примеру С газетной продукции Степень утилизации Которой В Швеции Кстати Порядка 98% После первого Передела Это порядка 30-35% Уходит в отходы После второго Передела Уже переделывать Нечего Поэтому Сам по себе Ресайклинг Он не бесконечен Вот И действительно Существует Много мифов По поводу него И в итоге Скажем так Те отходы Которые возникают После переработки С ними тоже Надо что-то делать И В Швеции Они в большей степени Сжигаются Да Ну не знаю Придет ли когда-то Шведский Опыт Переработки Мусора Наверку Дело в том Что это связано Не только С Кировской области Все-таки Это федеральная политика И федеральные нормы И там А в отдельно взятом Государстве Или в регионе Наверное Невозможно Такую историю сделать Хотя Кто его знает Но за опытом Наблюдать интересно Хорошо бы его Еще использовать Конечно Так У нас Здесь очень важно Понимать Что Опять же Изучая передовой опыт Что Ну действительно Швеция Передовая страна В этом плане Потому что К примеру Уровень депонирования Отходов В Евросоюзе Средний 25% В то время Как в Швеции Он менее 1% И надо Надо понимать Что В Швеции Все эти Расходы Оплачиваются Потребителям Там нет Государственного Субсидирования Мусороперерабатывающего Ответственность Человека Это ответственность Пежде всего Каждого У нас остается Две минуты На завершение программы Одно Мы намеренно Не делали сегодня Такой комплексный Обзор Чего поставляется Швеция в Россию И Россия в Швецию Или там Кировской области И наоборот Решили оставить На кончик программы Немножечко Все-таки сказать Кроме Икеи Кроме дерева Леса И интересного Опыта про мусор Что любопытного Мы можем здесь отметить Минеральные продукты Поставляются в Швецию Достаточно много Уже сейчас Есть примеров По деревообработке Которые мы отправляем Продовольственные товары Но самое главное Что В структуре импорта Из Швеции Преобладает Конечно большое количество Оборудования Как раз Это тоже То направление Которое бы могли Мы развивать У себя здесь В субъекте То есть И Закуп Или импортозамещение Импортозамещение В том числе Но По сухой статистике Мы больше Ввозим В Швецию Чем Оттуда Чем закупаем И это не может Не радовать Но я бы Знаете Как бы к этому вопросу Отнеслась Я бы отнеслась К этому вопросу Все-таки Не есть хорошо Что это Баланс именно такой Он такой Есть Какой есть Нам самое главное Чтобы наше торговое Сотрудничество Оно наращивалось И в экспорте И в импорте Наращивается За последние два года Оно подросло Не сильно Но подросло Верите в хорошую перспективу Верю Спасибо вам большое Напоминаю Что у нас в гостях Была Наталья Кряжева Министр экономического развития Поддержки предпринимательства Кировской области Я надеюсь Что наши предприниматели После этих круглых столов Если не со Швецией Если не с Икеей То с другими компаниями Будут налаживать связи Поскольку они все-таки Больше узнали Гораздо больше И смогли пощупать И посмотреть в глаза Людям Которые реально этим занимаются Представляют реальную Очень серьезную компанию Александр Абрамов Торговый представитель Российской Федерации В Королевстве Швеции Но под конец Я только хочу сказать Что очень важно Мне кажется Замечание сделал Александр Анатольевич Чурин Тоже на круглом столе Который проходил в среду Он сказал Что само присутствие Икеи в Кировском регионе Александр это подтвердил Для нашей области Это просто Это замечательно совершенно Потому что это показывает Что с нами можно сотрудничать Это сигнал для других Крупных компаний Что с Кировской области Можно и нужно сотрудничать Спасибо вам Первая часть дневного разворота Завершен Спасибо До встречи До свидания До свидания